Кухня ЖКХ Действующее законодательство устанавливает пределы, по которым может быть начислена оплата за электрическую энергию. То есть по общедомому прибору учета может быть потребление намного выше, а по нормативу намного ниже. Спросят собственники тогда, ну и хорошо, пускай управляющая компания-то и платит. Но здесь потребление электрической энергии разное и в некоторых месяцах может быть значительно ниже. Расчет по фактическим показаниям будет довольно удобен для жителей, потому что они получать будут нулевые квитанции. Второе – это дисциплина самих жителей, платежная в том числе, и дисциплина по передаче показаний приборов учета в ресурсоснабжающую организацию. Если кто-то чего-то недодал либо занизил, это дельта распределяется на всех жителей. Но в конечном итоге это отражается на самом потребителе, потому что когда у него будет съем контрольных показаний прибора учета, он будет вынужден оплатить весь объем уже по той цене, по которой вот была она установлена на дату контрольного съема показаний. Максим, о каком порядке цифр мы сейчас говорим, сколько управляющая компания доплачивает? За прошлый год по показателям управляющей компании было выставлено за месяц, за один, 900 тысяч рублей за электрическую энергию, которую жители потребили в местах общего имущества. Управляющая компания в свою очередь собрала жителей только 300 тысяч рублей и не имела права выставить больше. И некоторые дома понимают, что это дополнительная нагрузка в конечном итоге на них. Кольцово-30 взять, там вот лестницу нам надо сделать, там в год только 130 тысяч рублей уходило на электрическую энергию, которую платила управляющая компания из своего кармана. Эти же деньги можно было направить на текущий ремонт. Много ли домов провели собрание собственников? Мы, кстати, понимаем, что все по дому решают жильцы, мы ответственны за все. Так вот, много ли домов решили платить не по нормативу, а по факту? Сейчас порядка 20 домов уже перешли на этот порядок расчета, и там понимают и жители, что это им в конечном итоге будет выгодно, потому что они лишнего не заплатят. И с другой стороны, это мотивация для жителей и, опять же, для управляющей компании проводить работу по энергосбережению для домов. Тяжело ли убеждать людей взять на себя ответственность за свое собственное потребление ресурсов? Где люди заинтересованы в управлении своим домом, в контроле расходов денежных средств не тяжело. Спасибо. Мы с гендиректором управляющей компании «Актив Комфорт» говорили о сверхнормативе, а на самом деле о нашей с вами заботе о собственном же комфорте. Кухня ЖКХ Спасибо. Спасибо.